Латинский урок 23. Ну, вот пассивный залог в предыдущем тексте был, по книге Ринга Латина. Ну, в общем, друг друга они поддерживают. Это в данном случае опять учебник подосиновый, я буду их чередовать. Но, в общем, пассивный залог имеет свои окончания, не как у нас, допустим, частица «ся» часто означает пассивный залог, а именно вся парадигма немножко другая, хотя прослеживается что-то похожее, да, допустим, вот к третьему лицу просто добавляют «ур». То есть там было бы «орнет», «орнант», а тут будет «орнатор», «орнантор», да. Ну, и другие окончания тоже в целом похожи. Видимо, когда-то было аглютинативно, но потом всё вот так вот превратилось в такую вот флексию. Ну, вот примеры по всем спряжениям тоже тут есть из того же учебника. В третьем спряжении иногда соединительное гласное «и», а иногда «а», но всегда безударное. Вот надо запомнить. Вот «митрис» будет всё-таки «э», а в третьем лице будет «миттитур». Возвратный залог пассивный означает, что действие направлено на объект, поэтому вот так переводят, что значит «меня украшают», «тебя украшают», «ёё украшают» и так далее. Можно с возвратной нашей частицей «ся», допустим, «я украшаюсь». А хотя нет, «я украшаюсь» – это будет медиальная же, да, то есть на себя направленная. А тут, да, пассив имеется в виду именно, что кто-то другой украшает, да, поэтому он, да, безвозвратный у нас, надеем, вот так лучше. Инфинитив тоже отдельный у пассива есть, он будет «нари», допустим, «орнари» – «быть украшаемым», «амари» – «быть любимым» и так далее. Ну вот тут тоже заметно, что наш перевод тоже такой неустойчивый, иногда переводят с сочетаниями, иногда с этой «ся». То, что «ся» у нас иногда означает пассив, а иногда медиальный залог. Ну это вот всё следствие того, что вообще в эндоевропейском медиа пассив был, то есть они были смешаны. А, ну и да, в третьем спряжении всё-таки «и», то есть не «миттери», а «миттикапи». Вот третье спряжение вечно, это, короче, что-то там своё придумывает, и вот поэтому его в последнюю очередь и учат. Ну да, замечают, что пассив в латыни часто употребляется, что, кстати, повлияло и на европейские языки, в которых пассивы очень часто. Часто вот когда с английского переводишь на русский, как правило, половину пассивных конструкций надо как-то пересказывать или как-то ещё делать, потому что слишком много, и русские так не говорят с одними пассивами. Ну, в латыни, да, очень много пассивов, поэтому надо знать и определять. Субъект при пассиве с помощью облатива обозначается, это называется «облативус акторис», вот оно, то есть «schola adiscipulus or natur». Школа украшается учениками или ученики украшают школу, если мы активом переводим. Ну, тут конструкция именно такая. Естественно, когда я перевожу для уроков, я буду пытаться конструкции переводить дословно, поэтому будет иногда немножко странно, то, что русские не любят пассивы, откровенно. Лексический минимум. Нунг теперь, кажется, уже было, ныне. Похоже слово у нас, да? Ридеры смеяться. Не знаю, похоже, ну вот, ридово смеяться. Вениам дары. Дары давать, понятно, да? Вениам – это милосердие, то есть конструкцию потребляется. Нет глагола «прощать», а есть вот конструкция «вениам дары». Кверо искать. Инквизиция отсюда. Инвенио – изобретать у нас нет. В английском есть invention, там всё такое. Аперио – открывать. В русском у меня тоже нет аналогов. Капитулом глава уже было ранее. Дистинкты – ясно, отчётливо. Есть в английском, в русском, кажется, тоже нет. Дистинктивно, короче. Клавус – гвоздь. У меня нет ассоциаций. Ну, простое слово «клавус». Пеллотолкать. Тоже, похоже, нет у меня аналогов. Цертус – определённый. Церте – конечно. То есть, такой определённый ответ. Церте – да, точно. Кастро – кастрорум лагерь во множенном числе. Только это средний род, но множенное число. Ну, а вот в Англии есть города типа Нью-Касл. Это на самом деле новый лагерь. А вот это «кастро» – это из латыни. Валум-вал у нас заимствование, поэтому так и пойдёт. Фосса-роф. И мунио укреплять. Ну вот мурус стена была же, да? Ну вот мунио походит. Я думаю, что так можно запомнить. Мунира – укреплять. Текст. Перевожу текст про школу, а изречение на самостоятельный перевод. «Инс холла» – дальше текст, то есть диалог в школе. «Магистр, эт нунг ту Юлия сурге эт деклина, оппидум парвум, Юлия деклинат». Учитель говорит «А теперь ты, Юлия, встань и склоняй». Значит, маленький город, вот этот вот «оппидум парвум», «склоняй» на латыни, да? И Юлия, значит, склоняет. «Магистр, оптима» – классно. «Марце, вени, от табулям, от скрибы. Сэд нон вида Марку, Марце, уби эс». Марк, иди, значит, к доске и пиши. Но я не вижу Марка. Марк, а где ты? Марце, уби эс. Уби эс. «Либри, уби эст Маркус». Дети, где Марк? «Дисципули ритенд». Дети смеются. «Маркус сэдет субменсосуа». Марк сидит под своей партой. «Магистр, магна комкура». Магистр с большой заботой, с большой любовью говорит. «Марце, Марце, курс эдет субменса». «Марк, Марк, почему ты сидишь под партой?» «Квит и биагис». Что ты там делаешь? Маркус. «Венем дамии магистр». Марк, прости меня, учитель. «Кверо либру моем латинум, квинон потест ин венири». Я ищу мою латинскую книгу, видимо, учебник, которую я не могу найти. «Магистр, габес нэнун к либрум тоом». Есть сейчас книга у тебя. То есть, нашел, да? «Бэнэ». Хорошо. «Дисципули, либрус вестрос апперите, тотем марци, лэгэ капитулум примум и Маркус лэггет». Ну, я думаю, понятно, да? То есть, дети открывают эти книги, а ты, Марк, читай первую главу эту. И Марк читает. «Магистр нонг Павле, потестной нараре дисциплюс де натуре патрие ностре». Патрие ностре. Сейчас, Павел, можешь ли ты рассказать ученикам о природе нашего Отечества? «Де натуре патрие ностре». «Ди квезо дистинкте». Пожалуйста, говори отчетливо. Ну и «Павлос народ», Павел рассказывает. Ну, вот, пожалуй, и все из лечения на собственный период.